Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Периодически я выпускаю видео о тех продуктах макияжа, прежде всего, которые очень облегчают мне жизнь, которые позволяют мне выглядеть гораздо лучше, чем я не накрашена. Недавно я выпустила видео со своей лицевой гимнастикой, где я не накрашена, да просто поленилась. Да, плюс еще лицевая гимнастика. Не знаю, было такое настроение, дождь за окном. Выгляжу я там, в общем-то, ну сами посмотрите, как выгляжу. И вот так я выгляжу при помощи макияжа, при помощи всего трех продуктов. Эти продукты мои постоянные зрители уже много раз видели, но, возможно, для новых зрителей это станет приятным открытием. И у меня в руках, но это просто стечение обстоятельств, не потому что я там записала видео про шикарный минимализм, где меня обвинили, я, но вы постоянно кичитесь тем, что вы носите, чем вы обладаете, срезаете этикетки. Нет, совершенно случайное стечение обстоятельств. И начну я со своего любимого карандаша и враше. У нас нет продукции и враше в городе. И, наверное, когда я поеду в Венецию, я там поищу, главное не забыть. Но, скорее всего, так же, как и история с трусами, я останусь без карандаша и враше, потому что я всегда... Мне нравится снимать, мне нравится создавать контент, мне нравится смотреть на мир, на других людей через объектив камеры. Я поняла, что это моя страсть. Поэтому этот карандаш у меня скоро заканчивается. Это и враше цвет 708. 708 именно сейчас он нанесен у меня на брови. Как вы видите, он выглядит очень и очень естественно. Это такие очерченные брови, но не те брови, которые видно из космоса. Хотя я люблю брови, которые видны из космоса. Но для поседневного макияжа, чтобы тебя с дороги другие мамочки не сталкивали, когда ты такая красивая на районе в красном пальто с красной сумкой ведешь своего ребенка в детский сад, то вот этот карандаш очень-очень хорошо подходит. Другой карандаш, тоже много раз я о нем говорила, это мой любимый еще со студенчества, Пупа 002. Настолько я его люблю. И, кстати, я зашла в Мак в этот раз, когда была в Паду, и потратила 15 минут и очень пожалела об этом, потому что я не нашла аналога. А даже если бы она и нашла, если не ошибаюсь, карандаш Шерамак стоит 19,90, против 14. И за 14 евро, за 14,90, может быть, можно найти Пупу. Опять же, промо-акции, опять же, какие-нибудь карточки накопительные. Поэтому за какие-нибудь 12 евро этот карандаш совершенно точно можно купить. И я очень-очень им довольна. Почему? Потому что это позволяет иметь мне, по крайней мере, губы чуть больше, чем они у меня есть. У меня нет гиалуроновой кислоты в губах, хотя когда-то мне очень хотелось, чтобы мои губы были очень-очень выразительными. Но если я подвожу прямо-таки снизу, очень хорошо, не стесняясь, заходя за край губы, у меня получаются прекрасные пухлые губы. И также меня очень выручает способ, который я советую всем своим зрительницам, которым слегка за 50, подводить вот таким нюдовым карандашом. Но, кстати, нюдовый карандаш для меня, он может быть одного цвета. Просто вот мне этот подошел, возможно, подойдет вам. Но нюдовый карандаш для вас может быть другого цвета, потому что изначально губы будут темнее, кожа, возможно, другого оттенка. Так вот, если я подвожу в уголках губ, поверьте мне, это делает мой макияж. Тем более, если я не крашу ресницы, не крашу брови, потому что знаю, что весь день прохожу в темных очках. Кстати, вот на недавнем стрит-стайле я снимала, мы случайно поехали в Паду, потому что у меня были дела с утра. И эти дела я быстро сделала и сказала мужу раз хороший день, потому что был дождь, кстати, меня спросили, почему мы не пошли на Хэллоуин. Я в прошлом году снимала Хэллоуин. Мы не просто не пошли на Хэллоуин, мы даже краситься не стали, потому что этот макияж тяжело снимать, потому что обещали дождь, обещали дождь. И действительно, в 4.30 дождь уже лил просто стеной. И, соответственно, нам мы не оделись, не пошли, дети очень расстроились. И к чему я это говорила про Хэллоуин-то? Вспомнила, я говорила о том, что да, я быстренько свои дела сделала, и вышло солнце. Я сказала, давай поедем в Паду, потому что опять обещают дожди. Поехали мы в Паду, и как раз-таки у меня был вот только такой макияж, я там в очках и вот с такой подводкой. Ну и еще один продукт, я очень благодарю одного блогера. Возможно, ее зовут Яна Руссо. Я на самом деле, у меня проблемы с именами. У меня проблемы в жизни с именами. Тем более, когда я вижу имя славянское, написанное у блогера латинскими буквами, вот прямо-таки что-то происходит, какой-то коллапс в моей голове. Возможно, девушку зовут Яна Руссо. Вот просто за эту тушь я ей очень благодарна. Она в моменте накрасила глаза, ресницы этой тушью, и я увидела вау-эффект. Я подумала, ну раз у нее вау-эффект, а вдруг у меня будет вау-эффект. Плюс это тушь Лориаль, и ее отличает вот, это единственная тушь Лориаль, которая вот так загибается. Я никогда не загибаю. Мне кажется, это маркетинговый ход для того, чтобы продавать новый продукт, либо якобы новый. Но могу сказать, что это мега-супер-классная тушь. Почему? Во-первых, она классно ложится. Она действительно делает взгляд лучше, четче. Не знаю, как это работает. Но у меня огромная благодарность этому продукту за то, что он вообще не осыпается. Да, он стирается подушкой. Иногда я прилягу поспать, отдохнуть. А в течение дня позволяю себе такую роскошь. Действительно отпечатывается тушь. Но она очень легко смывается. То есть вообще нет проблем ее смыть. Кстати, недавно одна зрительница написала мне такой лайфхак, который я хотела озвучить в своих видео ближайших про лайфхаки. Про снятие макияжа масла. Если вы возьмете небольшую тряпочку, нарезанную до этого из какого-нибудь ненужного текстиля, либо ватный диск, если вы возьмете, сможете смочить его желательно горячей водой. Но если у вас вода стекает так же долго, как у меня, и холодной водой можно смочить. И поверх нанесете масло, вы увидите, что гораздо эффективнее снимается макияж. Практически в два раза быстрее он снимается. Поэтому у меня нет претензий к этой туши. Она очень-очень легко снимается. В то время как тушь, я рассказывала, которую мне продали якобы за бесплатный макияж, не буду называть, чтобы не рекламировать их бренд, то, в общем-то, эту тушь вообще никак не смыть. Я ужасно недовольна этой тушью, потому что, да, она хорошо держится, но она смывается в течение последующих трех дней, и у тебя образуются вот такие некрасивые микрокруги под глазами, которые, конечно же, никого не украшают. И последний продукт – это моя любимая помада Мак. Но недавно я заменила ее просто потому, что помаду Мак все-таки я использую больше для съемки видео. Я не использую ее для съемки стрит-стайла, чтобы не пугать людей своей красотой красными губами. Я вот так скромненько выгляжу, стараюсь, по крайней мере, на лицо так уж точно. Красоты много не должно быть. Красоты должно быть чуть-чуть. Красная помада. Она выпущена только в Италии. Если вы живете в Италии, то это Мак X-Factor. Сейчас, наверное, идет эта программа. Но я уверена, что в палетке Мак вы сможете найти вот такую помаду. Она матовая, поэтому ее нужно искать в палетке матовой. И она совершенно точно, 100% совпадает с тем цветом, который я до этого рекомендовала и всегда носила. Но поскольку я только записываю в красной помаде, в основном только так, мне, ну, крайне неудобно потом еще 15 минут тереть лицо, и вот что-то тут все красное. Это неудобно. Эта помада прекрасно ложится, прекрасно носится, на мой взгляд, как, наверное, и любые помады Мак. Как уж за это и можно отдать должное, и нужно отдать должное. Но она также прекрасно смывается. Ватный диск, масло и, в общем-то, за одну пассату, то есть за один проход, вы все сняли, все сделали. Вот такое мое видео получилось. И сейчас я сделаю такой интересный трюк. Я накрашу губы, но не в камеру, потому что я забыла кисточки. Поднимусь, накрашу губы красной помадой. И вы увидите, как интересно, что все эти три продукта совершенно не утяжеляют наше лицо, даже если мы используем красную помаду. И да, если вы случайно попали на это видео, я человек, женщина, блогер, который никогда не использует консилер, тональный крем, пудру, бронзер, хайлайтер, все что угодно. Мое лицо никогда ничем не покрыто. Я считаю, что это как раз-таки залог классного, адекватно смотрящегося каждодневного макияжа. Ну вот как и так, дорогие зрители, выгляжу я с красной помадой. И для самых терпеливых, кто досмотрел это видео до конца, мои три лайфхака. Первая вещь, которую важно признать, как бы мы не хотели этого делать. Если нам нравится красная помада, либо любые темные яркие цвета, нам придется приобрести кисточку со скошенным краем. Это неизбежно. Эта же кисточка, кстати, подойдет нам, если мы любим подводить внутреннее веко, либо внешнее веко делать подводку. Что важно понимать. Когда мы красим губы, мы не являемся профессионалом. Мы очень близко встаем к зеркалу и приближаемся к зеркалу. И пытаемся выровнять симметрию какую-то сделать. Гораздо проще добиться симметрии, если мы отойдем практически на шаг от зеркала. Ну, при условии, что мы хорошо видим. Расслабить рот. Поверьте мне, вы как художник сделаете линию идеальной. Отойдя на шаг, расслабив рот и просто легкими мазками проведя линии. Все, ничего другого не надо. Еще один лайфхак. Красная помада очень часто течет. Я видела классные цвета. Они мне очень понравились. Например, в Кико красные цвета я встречала и приобрела себе. Но эта помада течет. Безусловно, нужен карандаш. Но не всегда нужно покупать красный карандаш. Более того, если вы новичок макияжа, домохозяйка, без стажа в макияже, как я, вам подойдет нюдовый карандаш. Потому что нюдовый карандаш обладает теми же самыми свойствами. Он не позволяет растекаться любого цвета помаде. Но нюдовый карандаш гораздо проще нанести. И нюдовый карандаш тоже мне позволит нам выйти за бортик даже в момент нанесения красной помады. Там, где у нас будет карандаш, нюдовый в том числе, кисточка будет идти более трудно, более плотно. Мы почувствуем другую текстуру. Ну и третий лайфхак. Если у вас есть баттерши, а я об этом лайфхаке, ну я не могу сказать, что я узнала, я догадалась. Как раз таки выйдя из мака, где мне накрасили губы, нанеся базу под губную помаду. Мне сказали, что здесь, сколько-то там процентов, почти все натуральное, баттера ши. Я, придя домой, подумала, да у меня банка баттера ши стоит. Я, наверное, за 5 лет ближайшая ее не из расхода, потому что баттер ши, у него очень маленький расход. И я нанесла как базу баттер ши, нужно очень-очень мало. Любой баттер, он очень плотный. Именно поэтому баттер нужен, а не просто растительное масло. Поверх нанесла красную помаду. Могу сказать, что да, ложится лучше. Цвет, как это ни странно, с баттером не смешивается. То есть, мы не получим какие-то борозды на губах. Нет, по баттеру ляжет сверху губная помада. По крайней мере, так происходит в случае моего баттера, самого обычного, 100% и губной помады от MAC. Ну и, соответственно, нюдовый карандаш, нюдовая подводка. Всем нам в помощь. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Помните, что красные ногти и красные губы – это самый легкий и доступный нам всем аксессуар.